Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, праздники, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами совершаем праздницу в честь иконы чудотворной Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, именуемой всех скорбящих радость. Это древняя, старинная, чудотворная икона, в особенности прославившаяся во множестве чудотворных и чтимых, почитаемых фисков с нее в нашей Святой Русской земле. Известно еще со времен древности, что в знаменитой Киево-Печерской лавре колыбели русского православного монашества, в больничном храме некогда висела, находилась вот эта икона всех скорбящих радостей, и многочисленные страждущие, больные, и больная братья, и всевозможные люди, которые приходили в лавру, находили там для себя исцеление своим душевным и телесным немощем, пользовались милосердием братья, которая лечила тех, у кого не было возможности позволить себе другие способы такого лечения, размещали их у себя в своих больницах, в страноприимных домах. Вот эти люди, они в скорби своего сердца, в тех всевозможных горестных обстоятельствах, страданиях телесных, которые так ожесточали и приносили такое количество скорби в их жизни, они находили себе утешение, находили себе небесную помощь в молитве к этой чудотворной иконе всескорбящих радостей. Впоследствии чудотворные списки с этой иконы распространились по всей Святой Руси, молились перед ней и в Орловской губернии, и в Москве был такой почитаемый список, к которому также приходили болящие и страждущие москвичи для того, чтобы принести к Матери Божьей молитвы об облегчении тяжести и скорби своей жизни. В особенности прославилась эта икона в сравнительно недавние времена в городе Санкт-Петербурге. Там, на берегу Невы, на нынешней набережной Абоковской обороны, некогда стоял храм при стеклянном заводе. Там был завод, при этом заводе находился храм, небольшая часовинка тоже такая была, и вот в этой часовне висела такая небольшая, совершенно невзрачная и не сильно как-то такого богатого письма икона Пожьей Матери, как раз таки вот этого сюжета. Она вот такая вот, небольшого размера. И вот в 1874 году в эту часовню ударила молния, и вся утварь выгорела. Все то, что нашли после пожара, это была вот эта иконочка Божьей Матери, которая к тому времени была совершенно уже такая настолько черная и застарелая, что даже трудно было на ней что-то различить. И вот вопреки копоти пожара, вопреки всему, что произошло и тому огню, в котором погибли все остальные иконы, остальная утварь, эта икона обривалась совершенно неповрежденной, более того, очистившейся от многолетней копоти, чистой, свежей, такой вот просиявшей. И удивительная совершенно такая вещь. Перед этой иконой стояла небольшая тарелка, в которую клали пожертвования. А народ там в округе жил такой бедный, рабочий, денег у них особо каких-то больших не водилось, и поэтому в этой тарелочке лежали в основном монеты мелкие. И вот эти монеты, они каким-то таким удивительным образом пристали к поверхности иконы. Так пристали, что вот послужили таким ее каким-то удивительным совершенно украшением. Причем это были действительно гроши. Монеты самые-самые мелкие. Так Матерь Божия показала, что ей угодны не какие-то большие роскошные приношения, не какие-то такие великолепные дары, которые люди приносят ей от щедрот, от своего земного богатства. Нет, она вместе с этими скорбными, самыми маленькими, самыми незначительными приношениями, которые клали на вот эту тарелочку для пожертвований, принимала и чистую молитву скорбящих сердец вот этого рабочего, трудового людя, который в основном ходил молиться в этот храм и в эту часовню. И за этим первым чудом от иконы этой последовали скорости и всевозможные другие чудеса исцеления. К вот этой новоявленной святыне на носилках принесли расслабленного мальчика 13 лет, который страдал от такого тяжелого заболевания, был практически неподвижен, скрючен, скорчен на этом своем отре болезни и переносил очень такие тяжкие мухи. И вот Матерь Божия по молитве перед этой иконой исцелила этого, казалось бы, совершенно безнадежного больного. Мальчик этого звали Николай Грачев. Это была такая великая, удивительная прямо радость не только по всей округе, но вся Россия сколыхнулась, услышав об этом чуде. И благодаря вот этому исцелению люди поняли, что угодно Матери Божией. Они поняли, что надо обратиться внимание на таких людей, которым никто не может помочь, от которых все отворачиваются. И в очень таком быстром, скором времени в России возникло братство, в честь вот этой иконы все оскорбящих радостей, братство по презрению детей инвалидов, идиотов, эпилептиков, вот таких вот психически больных всевозможных людей с отклонениями, тех, от которых люди со страхом отворачивались, которых избегали, потому что многие и до сих пор думают, ну а вдруг это мне передастся, вдруг эти какие-то психические заболевания, уродства, вдруг они каким-то образом передаются, на вроде какой-нибудь инфлюэнса, гриппа или какой-нибудь простуды, вдруг я тоже заболеваю, стану такой страшный, сключенный. И люди с каким-то таким суеверным страхом зачастую вот от этих людей просто стараются бежать. А тут ширилось вот такое прямо по всей стране движение, заботы, о вот этих самых таких больных, несчастных и отверженных людях. И вот как Матерь Божья удивительно, она исцеляет празднущие человеческие тела, она главным образом исцеляет и человеческие души. Не случайно был избран ею вот этот юноша, отрок Николай Грачев. Получив исцеление, он не растратил его попусту, как, к сожалению, бывает с другими людьми, которые мечтают получить исцеление лишь для того, чтобы предаваться каким-то развлечениям и утехам, свободно, не будучи связаны с отягощающим их недугом. Вот этот Николай по исцелению, ну, спустя какое-то время, конечно, уже придя в возраст, он вступил в братство Сергия Выпусы, обители, которое было основано в честь преподобного Сергия и его молитвами на берегу Финского залива в предместе тогдашней столицы Российской империи. В этом монастыре он сподобился принять монашество, священный сан, и умер он после революционной годы, очень такие тяжелые, голодные, когда в Петрограде тогдашним стоял страшный голод. И вот этот человек, которого его страшная, тяжелая болезнь и дух научился страдать другим, он, можно сказать, добровольно принял такую мученическую в каком-то отношении кончину. Он отказывался от той и так довольно скудной порции еды, которая полагалась ему до монастырского стола, и практически все, чем должен был питаться сам, он раздавал голодающим, которые во множестве приходили в монастырь. В особенности старался подкормить голодных, беспризорных детей, которых тогда было очень много. И вот, отказывая себе в самом необходимом, он пришел в крайнее истощение сил и скончался. Могила его до сих пор там находится, в этой Сергиевой пустыне. Это такой удивительный и мало кому известный праведник нашего века, ушедшего 20-го, ну, можно сказать, нашего времени. И вот эти чудеса, которые происходили и происходят от иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, они служат тому, чтобы в душах у тех людей, которые к ней притекают, происходили весьма важные изменения. Каким образом Матерь Божия дает нам, скорбящим, свою радость? Нам нужно уяснить одну очень важную истину, которую многие люди не понимают. Дело в том, что жизнь человека, она бывает весьма и весьма трудна. Но невыносимой она становится только в одном лишь случае, когда человек начинает жалеть сам себя. Как только ты обратил внимание на себя, начал оплакивать свои болести, свои страдания, как, казалось бы, самые тяжелейшие в мире, тут же жизнь становится невыносимым. Непереносимым грузом, который ты не находишь в себе сил нести. Каждому человеку нужно оглянуться, посмотреть вокруг себя. И если он отвлечет от себя, от своих скорбей и каких-то жизненных трудностей, свой взгляд, то он увидит, что всегда рядом есть люди, которым намного, намного хуже, чем ему. Исцеление, утешение человеческой души состоит в том, чтобы заметить это и начать помогать другому, тому, кому хуже. А такие всегда найдутся. И вот этот труд, вот это сострадание, которое рождается в человеческом сердце, от внимания страдания других, сердце, смягченным молитвою, как при Святой Владычице Богородице, и ее всесильными молитвами, вот оно приносит в человеческую душу ту самую небесную радость, которая утешает Матерь Божия, именуемая всех скорбящих радостью, тех, кто несет свой тяжкий крест на этой земле. Поэтому, братья и сестры, постараемся не столько жалеть и оплакивать себя, сколько оглянуться вокруг, посмотреть и постараться помочь тому, который рядом с нами. От этого в душе у нас зажжется как бы какой теплый, радостный огонек. И по мере того, как будем мы заниматься этим делом, утешение и помощи тем, кто находится вокруг нас, мы с вами этот теплый, согревающий душу, огонь в своем сердце умножим так, что и собственные наши скорби и болезни покажутся нам не столь уж важными и легко переносимыми. Да поможет нам в этом деле молитвенное представительство Владычества Нашей Богородицы, Преснодевы Марии, Преподобного Богоносца Нашего Сергия и всех святых, которые именно таким путем и совершали труд своего земного бытия и жития и достигли царствия Пресвятые Троицы, Отца Семьего Святого Духа, коему не будет конца, и слава коему вечно во веки веков конец.